МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крещение Господне как правильно подготовиться к празднику и кому нельзя в этот день купаться в открытых водоемах? Оставайтесь с нами, будет интересно, не переключайтесь. Но начнем мы разговор с того, что онкология названа абсолютным приоритетом в здравоохранении в 2018 году. Это слова министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. О том, как на Кубани диагностируют рак и что такое онкопоиск, мы поговорим с нашим гостем. Это Роман Мурашко, главный внештатный онколог Минздрава края, главный врач краевого онкодиспансера. Здравствуйте, спасибо, что смогли к нам прийти. Роман Алексеевич, расскажите, пожалуйста, что это за акция такая, онкопоиск, и основная задача у него какая? По инициативе Министерства здравоохранения Краснодарского края была разработана и стартовала новая профилактическая акция, которая получила название «Онкопоиск в каждый дом». Суть этой акции заключается в том, что обследование жителей отдаленных территорий, отдаленных хуторов, сел проводится непосредственно у них дома, то есть в станицах, с выездом врачей. Выезжает специальная бригада специалистов, онкологов. Они имеют соответствующее необходимое оборудование, и обследование проводится непосредственно в удаленных поселках, то есть в тех местах, откуда очень часто жителям проблематично добраться до медицинских учреждений, своевременно пройти какие-то обследования. То есть мы этой акцией пытаемся и стараемся повысить доступность медицинской помощи в Краснодарском крае. У них же есть, наверное, с собой оборудование сразу, да? Потому что онкологические заболевания, их очень сложно выявить. Конечно. Ну, я вначале расскажу, какие специалисты участвуют в этой акции. Выезжает специалист-мамолог, онкогинеколог, общий онколог, врач УЗИ, рентген-лаборант. С собой они берут передвижной мамографический комплекс и передвижной УЗИ-аппарат. То есть все необходимое для обследования и исключения онкологической патологии в этой бригаде есть. Но, простите, что перебиваю, судя по последним данным, которые в Абинском районе были опубликованы, из 1000 обследованных 91 человек получил заключение, что, возможно, у него рак. То есть получается 10% населения. Это очень высокий показатель. Да, было обследовано в ходе пилотного проекта, который проходил в Абинском районе. Было обследовано около 1000 пациентов. У 91 из них была выявлена патология. И у 40 пациентов подтвердилось онкологическое заболевание. Остальные – это предопухолевые заболевания или хроническая какая-то патология. Но, в принципе, эффективность этой акции доказана и высока. Роман Алексеевич, вот, допустим, люди в отдаленных районах, как Вы уже сказали, когда видят этот комплекс, я думаю, они, конечно, очень рады, что есть такая возможность. Но как они реагируют, узнав о том, что, возможно, у них положительный рак? Наверное, это немаловажно еще психологическую помощь какую-то им оказать на месте. Может, еще психолога тоже туда включить в Вашу команду? Ну, Вы понимаете, диагноз рак не устанавливается непосредственно в ходе этой акции. Вот, действительно, если есть большие подозрения на онкологическое заболевание, мы этих пациентов как бы берем на контроль, назначаем им время и дату обследования в онкодиспансерии. Уже там как бы работают с этими людьми, у которых подтвердился рак, как психологи и настраивают людей, у которых выявлено такое грозное, серьезное заболевание, что как бы не все потеряно. Главное, как бы позитивно настроиться. У нас есть все необходимое, чтобы как бы им помочь. Ну вот если уже говорим о том, сколько было выявлено, какова статистика за прошлый год на Кубани? Можете рассказать? Да, в прошлом году было выявлено 25,5 тысяч онкологических заболеваний. Это больше, чем в предыдущие годы. Это связано, в первую очередь, с тем, что на Кубани проводятся массовые профилактические осмотры, акции, диспансеризации. Да, администрация края и Министерство здравоохранения поручили нам этим заниматься, и мы поддерживаем это движение. И вот в прошлом году проходили акции в неделе мужского и женского здоровья. Постоянно проводится выездная работа в акции «Кубань против рака». То есть работа ведется, и есть результат. Причем среди вот этих 25 тысяч где-то около 30% пациентов были выявлены активно опухоли на ранних стадиях. Которые легко поддаются до лечения. Особенно важно. Они, во-первых, их немножко проще лечить, скажем так. Но самое главное, что прогноз совершенно другой. То есть около 90% этих пациентов, они излечиваются и живут дальше обычной нормальной жизнью, забывая о том, что когда-то у них было это заболевание. Поэтому ранняя диагностика и своевременное обследование очень важны для того, чтобы мы в конце концов победили это грозное заболевание. Вот, Роман Алексеевич, скажите, как работающему человеку узнать о том, есть ли у него рак? Когда лучше начинать? Вот существуют ли какие-то временные рамки, я имею в виду возраст, когда уже следует ходить и сдавать онкомаркеры? Либо это только сугубо генетическая предрасположенность. Если у вас в семье кто-то умирал или болеет, то нужно в первую очередь идти. И когда? Уберечься от этого заболевания не может никто. Естественно, нужно вести здоровый образ жизни. Жизнь это в какой-то степени может предотвратить развитие онкологического заболевания, но не на 100%. К сожалению, мы живем в таких условиях, когда рядом с нами масса электрических приборов, излучений. Мы кушаем не всегда полезную пищу. Мы живем в загазованных улицах. Некоторые курят даже. Курим, употребляем алкоголь, не высыпаемся, стрессуем. То есть это современная жизнь, от которой, наверное, мы не откажемся. Не каждый из нас, наверное, согласится жить где-нибудь в Гималаях на высокогорье и медитировать целыми сутками. Они, кстати, тоже говорят от рака, мне кажется. Они тоже не застрахованы. Но поскольку мы это заболевание предотвратить не можем, мы должны его выявить как можно раньше. Поэтому всем жителям края, которые достигли возраста 40 лет, я бы рекомендовал ежегодно проходить профилактические обследования. Не пренебрегать этим, обязательно находить время. Делать это в государственных учреждениях или где-то в частных клиниках. Как это кому удобно. Но обязательно делать. Потому что именно от возраста 40 лет заболеваемость онкологическими опухолями резко стартует вверх, увеличивается. И риск заболеть в разы увеличивается. Поэтому после 40 лет мы рекомендуем регулярно раз в год проходить обследование. Спасибо большое. У нас сейчас на связи есть возможность спросить у сочинского центра «Сириус». Правда, там обучаются и находятся люди намного моложе 40 лет. Я имею в виду молодые ребята, которые представляют интересные открытия, исследования. И об одном из них у нас сейчас пойдет речь. Я приветствую Андрея Павловича Торчина. Это руководитель центра образовательных программ фонда «Талант и успех». Надеюсь от него услышать историю о том, действительно ли у вас изобретено лекарство от рт-рака. Вот я именно хочу спросить про нано-капсулу. Способна ли она вылечить рак? И вообще расскажите подробнее об этом проекте. Анна, добрый день. Действительно, сейчас студенты, ученики Уральской проектной смены, которые находятся в образовательном центре «Сириус», занимаются проблемой не разработки, чуть поправлю, лекарства от рака, а способа доставки этого лекарства к раковым клеткам. На сегодняшний день лекарства, которые убивают раковые клетки, они поражают и другие здоровые органы, здоровые клетки. А ребята в «Сириусе» думают про то, каким образом доставить это лекарство непосредственно к раковым клеткам и при этом не повредить здоровые клетки. И они совместно с учеными Уральского университета разработали, придумали гелевую оболочку, которая не растворяется в организме, а только соприкасаясь с раковыми клетками, растворяется и таким образом лекарство доносится до раковых клеток. Андрей, скажите, пожалуйста, как проходят сейчас исследования и проходят ли они, да какие результаты? И связывались ли вы с российскими фармкомпаниями? Готовы ли они производить вот именно такие интересные продукты? Сейчас ребята совместно с учеными проводят испытания, но говорить про то, что это завтра либо послезавтра будут уже испытания на людях еще рано, поскольку этот проект требует еще больших доработок, потому что на сегодняшний день эта капсула пока еще размера чуть большего, чтобы перемещаться по нашему организму. Поэтому разработки начались, разработки ведутся, и дальнейшая судьба этого проекта, его развитие зависит, конечно же, и от финансирования, и от многих других факторов. Поэтому это только первая стадия, первая идея, которая дальше будет еще очень-очень долго доводиться до нужного варианта. Андрей, скажите честно, сколько лет изобретателям, тем, кто изобрел такую капсулу? Детям, дети, примерно, 8-9 класса, то есть им около 14 лет всем. Какие молодцы! Спасибо вам большое! Передайте от нас большой привет и благодарность вашим воспитанникам. А я напомню, что мы продолжаем разговор об онкопоиске акций, которая действует на Кубани. Роман Алексеевич, хотела спросить, у вас такие методы используются, современные нанотехнологии? Я сначала хотел бы поздравить молодых ученых Центра Сириус с таким успехом и серьезным проектом, которым они занимаются. Это, несомненно, очень важная работа. И действительно, точечная вот такая доставка химии препарата. Она даст возможность повысить дозу препарата непосредственно в опухоли, что улучшит терапевтический эффект и снизит токсичность препарата. То есть, воздействие на весь организм. В настоящее время существуют подобные методики. Но вот конкретно в онкологическом диспансере города Краснодара применяется такая методика, как химия эмболизация, когда тоже через паховые сосуды доставляются специальными КТР, которые опухолевые препараты, в печень и вводятся непосредственно в печень. Тоже очень интересная методика. Но цели этих двух процедур, о которых мы сейчас говорили, вот той процедуре, которой занимаются молодые ученые из Сириуса, и та процедура, которая выполняется у нас, они, в принципе, идентичны. Это доставка препарата к опухоли в максимальной дозе и уменьшение или сведение к минимуму токсического действия противоопухолевых препаратов на весь организм. Роман Алексеевич, у нас, наверное, все врачи мира и онкологи, в первую очередь, следят за успехами соседей в других странах. У нас есть страны, в которых всегда знают, ну, не всегда знают, а, скажем так, у них отработаны уже методики, куда, как правило, специализируются. Есть ли у нас в крае виды рака, которые, ну, самая высокая степень излечения, чтобы надежда у людей была какая-то? Ну, существуют онкологические заболевания, они в зависимости от органов, в которых они развиваются, и от гистологической структуры опухоли, которая существует, они имеют различный прогноз. Ну, вот, в частности, хочу сказать, что такое заболевание, которое очень часто у нас встречается в крае, как рак кожи, ну, это связано с нашими природными условиями, да, это заболевание протекает относительно благополучно, то есть практически 100% пациентов с этим заболеванием излечиваются, это заболевание крайне редко дает отдаленные метастазы, и вот в прогностическом плане это заболевание как бы, ну, перспективно, и перспективно в плане излечения, излечения. Ну, есть другая, допустим, патология опухоли поджелудочной железы, где, к сожалению, под такими результатами мы пока похвастаться не можем. Но мы работаем, активно сотрудничаем с нашими зарубежными коллегами. Я бы хотел сказать, что та помощь медицинская, которая оказывается за рубежом, и в технологическом плане, и в медикаментозном, она сейчас эквивалентна той помощи, которую оказывают в крупных клиниках города Москвы, Санкт-Петербурга, и в том числе Краснодара и Краснодарского края. Спасибо большое за то, что смогли к нам прийти и рассказать, и за то, что делаете такую важную работу, и успехов вам. Спасибо большое. Кубань-24 и тема дня остаются в эфире. Не переключайтесь, мы вернемся после рекламы.